я уже поработала и добрались у меня мои рученьки до супчика смотрите помните я вам показывала как я завернула щавель в фольгу и убрала так вот смотрите прошло две недели слышите как он хрустит то есть вот бумажном полотенце да я его не мыла в бумажном полотенце фольги пролежал две недели в холодильнике и практически как только только что сорванный сейчас я его помещаю в контейнер и включаю прям ледяную воду и оставлю пока вот пойду работать хорошенько чтобы он вот так сейчас здесь полностью покрылся хорошенечко хорошенечко ледяная вода прям руками терпит что ты там плачешь да сим у сима хвост торчит видите гулять хочет но смысле он хочет на окно к там как раз солнышко и ему хочется там посидеть подышать 7 сейчас пущу подожди так вот оставлю это дело на некоторое время пусть она здесь лежит вымокает отмокает потом хорошенечко просто все промоет что-то плачешь сим что случилось домашний мой кот сим скажи ты счастливый код или ты не счастливый код а то тут говорят о том что коты которые живут в доме они на улице они не счастливы и ну знаете вот по нему не скажешь он сколько счастья вот сколько счастичка счастливый код когда он так ложится это значит надо подойти вот так ему и уши опалас потереть да да тебе нравится я знаю он просто прется с ушами у него все в порядке никаких ключей нету они нас регулярно проходят врача получают прививочки да ты порода мурчит голубые глазки океанных глаз он просто любит с ума сходит ему нравится когда вот ему ушки чешешь а джей не нравится джей злится от этого до 7 вот ну смотрите сколько счастья на но как вот можно сказать что домашние коты домашние животные они несчастны в квартире в доме не должны жить на свободе вот если бы он жил на свободе мне кажется он бы уже давно бы не жил потому что мы симочку взяли из коробочки до симочка болел у него болел животик мы его лечили с врачами лечили на специальный корм посадили для корм не дешево стоит а вот не взяли бы мы его из коробочки бы уже наверное бы погиб да сим ты счастливое животное счастлива не знаю слышно вам как он мурчит нет животное идешь гулять пойдем сейчас пищу его на окно иди гулять иди 7 7 иди гулять смотрите иди 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 гуляй вот чего он добивался он не мог сам запрыгнуть потому что у меня здесь стоят сковородки и висела вот так штура и он просился давайте побольше открою сегодня тепло ложись гуляй вот так вот он у нас гуляет на солнышке и просился гулять да да вот такой ты счастливый котяр очка счастливый котяр очка да зайчичек ну все голову мне на руку положил вот как можно сказать что ему плохо ну хорошо ему кайфовенько на ветерок ему здесь еще обдувает вообще красота счастливый питомец хоть и кастрированный да сим а вот когда ты был не кастрированный тебе было тяжело правда ты страдал да солнце прям хорошо у него так играет шерсть тим там кто-то котлеты жарит да и к нам этот запах заносит да сима сим ладно пусть гуляет котик всем доброе утро только приехала домой ну прямо утро утро ездила саж и отвозила тетрадки она ночью написала то что маме я немножко перепутала нити тетради взяла привезите пожалуйста утром но и поскольку игорь у нас во временном таком отдыхе и отпуске после того как он распрощался с работой мне его стало жалко и утром поехала я сама съездила так классно прокатилась сейчас приехала уже чай пила позавтракала игорь уже перехватил у меня машину и уехал на работу на улице очень хорошо такие правда облака но я надеюсь они проходящие и не соберутся в дождик хочу сказать что утром выйти прокатиться просто прогуляться когда все спешат на работу а тебе спешить не надо я работаю дома я самозанятый человек это настолько приятно и настолько ты ощущаешь в полной мере именно вот всю эту прекрасность свежесть утра когда ты не бежишь на работу весь такой а быстро быстро не опоздать утром проснулся быстро быстро там что-то на голове начисал как-то там и навел тяп-ляп макияж и побежал на работу нет а вот именно когда утро в удовольствие и когда ты в полной мере наслаждаешься всей вот этой красотой и приятностью момента есть какая-то такая поговорка или что-то в интернете ходят что нет ничего прекраснее нежели смотреть на тех людей которые понедельник утром собираются бегут на работу а тебе не надо ну как то вот в этом духе здравствуйте друзья собственно я такое небольшое прямое 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 кривое да не вроде прямое включение мое в общем съездил на работу сделал кое-какие дела в общем переделаем за теми кто сделал получается но на самом деле там все так сложно мне конечно хочется вам рассказать но я не знаю насколько вам будет интересно подробности моей работы какие-то нюансы которые я решаю если вам интересно можете конечно там я не знаю в каментах написать типа да и рассказывай что ты там делаешь как ты там что я могу пойти вам навстречу и порассказывать всякие нюансы тонкости компьютерных дел ну конечно я все это буду стараться рассказывать в простой форме без заморочек без всяких там заумностей коротко и ясно в общем сегодня я заехал в организацию поменял настройки баз данных и в принципе все люди работают для них ничего практически не поменялось но я выполнил просьбу так сказать заказчиком сейчас еду в другое место буду настраивать на заправку теперь на заправке тоже по работе не заправляться буду настраивать добавлять в систему еще один автомобиль выдавать пасековую карту в общем такая несложная тоже нехитрая работа и в принципе все затем надо будет поехать за сашей я так понимаю где-то в районе двух сейчас половина первого работу я конечно же быстрее сделаю чем за час но есть еще одно дело нам надо завести бумажки документы в общем завезу документы наверно потом поеду сашу ждать и вот еще что хотел показать сейчас секунду я хочу вам показать как у нас изменился город ну осень и соответственно желтизна листьев и так далее насколько это красиво вот на центральной улице мира это самая такая у нас улица ведущая в аэропорт из города из центра можно сказать смотрите сейчас переключу вот такая улица и зелено-желтая местами красная рябина покраснела ой мне тут меня предупреждаю что я еду 61 километр в час вот в общем виды очень красивые ну не мог с вами не поделиться в любом случае вот такая красота сейчас в городе сегодня очень солнечная погода тепло я не знаю сколько градусов сегодня 19 сентября собственно я уже скоро приеду на то место где мне нужно поработать ну и поскольку я знала что сегодня мне надо будет с утра вставать и ехать я не мыла утром голову то есть вот голову вчера с утра помыла был у нас вчера с вами стрим и игорь был день рождения вчера то есть вы видели мою прическу она была без начался без лака без всего и вот сегодня я просто так их защипила волосы немножко вот тут такими заколочками и вот так вот прибрала волосы мне нравится вот с темными волосами когда они у меня были вот такие не прокрашенные не суховатые как сказать правильно ничего бы этого не получилось у меня бы уже заколка бы слетела слезла вот знаете они у меня такие стекловидные были фактуры на них ничего не держалось ни резинки ни заколки ну никак вот зацепил и тут же все слезло такие гладенькие были сейчас тоже и блестят и гладкие я бы не сказала что сейчас они утратили блеск или перестали быть гладкими нет но они стали немного так вот жестче именно то что я и хотела ну и не могу остановиться понятно что у меня будет еще одно украшивание я хочу немножко покорректировать теперь стрижку теперь я понимаю как у меня ложатся волосы как они себя ведут и я сейчас могу уже себе позволить совершенно другие стрижки нежели у меня были до этого вот как раз когда у меня черный цвет волос был я уже хочу здесь убрать вот покороче здесь вот затылок так чуть-чуть по под выстричь чтобы он был более воздушный более короткие волосы на пальцах коряво я могу долго объяснять и навряд ли вы сразу меня поймете давайте я вам лучше покажу как это выглядит ну в реале ну вернее как в реале в компьютере вот примерно верно хочу знаете вот какую то вот такую стрижку я уже у себя здесь по выбирала примерно верно хочу вот такого рода стрижку поднять немножечко вот здесь вот макушечку так вот ее выстричь и здесь немножко тоже облегчить потому что у меня прямое сейчас каре хочется вот здесь добавить объема и ну вот например вот так вот в идеале вот так теперь я понимаю что мои волосы позволяют себе такую стрижку и вполне себе можно ее попробовать сделать вот здесь менее так выстрижена но я хочу здесь чуть чуть покороче саму макушечку вот как то так я надеюсь вы поняли у меня мою идею мою задумку но теперь осталось найти мастера кто смог бы сделать и осуществить такую стрижку не знаю поговорю со светланы может быть светлана сможет сделать это мастер которая нас саша осветляет посмотрим в общем не знаю хочется много чего теперь уже хочется но позволяли бы финанс потому что у нас вся эта ситуация с сферой красоты и бьюти делами стоит недешево тем более у меня сейчас запись на 22 число сделать себе ресницы ну то есть мои как вы знаете они смотрят вообще сильно сильно вниз и из-за того что некоторые волосочки тоже растут и мне начинают они прям колоть нижнее веко то есть данном случае это не столько моя прихоть именно по красоте хотя да тоже хочется быть красивой да сколько мне неудобно и физически доставляет дискомфорт иногда даже приходилось выдирать эти реснички либо их подрезать которые именно вбиваются в нижнее веко ну а так я рассказывала о том что я крашу тушью потом беру полосочку скотча и чуть-чуть так приподнимаю и знаете вот так вот приклеиваю тушь покупаю которая при высыхании твердеет потом снимаешь скотч ресницы не отклеиваются не отрываются не переживайте это я с девятого класса этот способ применяю но в то время когда они делаю ботокс на ресницы но и получается что ресницы остаются вот такими загнутыми как сейчас то есть буквально минут 30 назад я сняла скотч с глаз ресниц и вот так вот ресницы выглядят но этого недостаточно потому что какие-то поднимаются мелкие которые ближе сюда к носу переносится они ну не цепляются не зацепляются не закручивается поэтому на двадцать второе число у меня запись на реснички но пока я не знаю чем я буду расплачиваться потому что там это все я делаю конечно за денежку но надеюсь что к этому времени что-то удастся мне заработать и все получится это